Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 38 глава. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его». Очень красиво и значительно звучит эта фраза по-церковно-славянски. «Почитай врача противопотреб честью его, ибо Господь создал его». Действительно, врач востребован в недугах наших, и услуга его не человеческий дар, но Божье промышление о поддержании человеческой жизни. «И от вышнего врачевания, и от царя получает он дар». Таким образом, врач и Господом почтен, и цари земные оказываются его жертвователями. «Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете». «Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». «Безрассудно, надеясь на чудо выздоровления самим собою, пренебрегать теми Богом взросшенными злаками, или травами, или древами, которые предназначены Богом для пользы человека. Врач знает, как воспользоваться этими целительными веществами для того, чтобы вернуть здоровье. «Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила его, сила Божья?» «Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его». Таким образом, получив врачевство и уврачевание от доктора, не забудь благодарить источника всех благ, даровавшего тебе и доктора, и того, чем пришло при его мастерстве на тело твое исцеление. «Ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. И так не он, но через него, источник всех благ Господь, всяк дар совершен свыше есть. Врач душ и телес, и тот, кто устроил жизнь человеческую и имеет власть как продолжать ее, так и отнять ее, но не только, но еще и по смерти, ввергнуть в дебрь огненную или сподобить вечного царства. «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя». Какое чудное слово, как оно своевременно для многих, как тягостные болезни нашего века нуждаются в этом ясном и простом слове. В болезни своей не надо быть небрежным, не надо относиться безответственно к возможности исцеления, к употреблению предписаний врачей, но при этом исцеление от Господа, и кроме того порядка, с которым надо принимать лекарственные препараты, главный порядок должен быть установлен в сердце. «Обрати его всеми силами его к источнику всех благ и самой жизни и молись, оставь греховную жизнь и исправ руки твои, и от всякого греха очисти сердце». Этому, кстати сказать, посвящено и таинство или освящение, соборование. Оно, приемлемое с верой и благоговением живущими по-христиански людьми, служит именно к прощению забытых и незамеченных согрешений того, кто в своих грехах памятных исповедуется. И таким образом это таинство сообщает человеку совершенное освобождение, очищение от грехов, а вслед за этим и здравие душевное и телесное. «Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех». Итак, прежде всего, имея в себе как бы некоторое осуждение, как говорит апостол, мы уже не надеялись и жить. Такие испытания, искушения постигли нас. Но дай место врачу и дай место милости Божьей. «Ибо и они, врачи, молятся Господу, чтобы он, Господь, помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает предсотворившим его, да впадет в руки врача». В этой фразе, может быть, кому-то слышится даже ирония, поскольку действительно тягостно быть предметом постоянного попечения целителей и всю жизнь превратить в попечения о телесных недугах своих. Но это участь согрешающего предсотворившим его. «Сын мой, над умершим пролей слезы, и как бы повергшийся жестокому несчастью, начни плачь». Теперь речь пошла о благоговейном почтении таинства смерти и прощании с теми, кто отходит в путь всея земли. «Как бы подвергшийся жестокому несчастью, начни плачь, прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его». И так угодно Богу, чтобы являлись посмертные почести этому дому души к человеческому телу. «Горький да будет плач, и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два для избежания осуждения, и тогда утешься от печали». И так, хотя мудрый наставник предписывает скорбь и сердечную скорбь, и плач, и день, и два, однако после этого уже не велит безмерно скорбеть. Надлежит быть трауру, ибо его отсутствие навлечет на тебя и осуждение от людей, но надлежит и утешиться в печали. Почему? Ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце. И так, все мы призваны вернуться в землю, от которой взяты. Потому, хоть и надлежит скорбеть, тогда, когда мы прощаемся с близкими нам людьми, но и мы в том же пути, и от нас недалеко отстоит этот же исход. Потому, не должно его ускорять чрезмерной печалью. Это устроение Божье, оно необходимо для того, чтобы человек спасся в вечности. Это смерть, которая установлена для человека, эту смерть разделил с нами сам Господь, воплотившийся и по человеческой природе своей подклонившийся закону смерти. Потому, не будь безутешен. Не забывай о сём, ибо нет возвращения, и ему ты не принесёшь пользы, усопшему и себе повредишь. Вспоминай о приговоре надо мною, потому, что он так же и над тобою, мне вчера, а тебе сегодня. С упокоением умершего успокой и память о нём, и утешься о нём по исходе души его. С одной стороны, мы провожаем тело усопшего, а с другой стороны, остаёмся с душой его, которая в его чувствах, в его действиях, в его любви так близка нам. И она остаётся с нами. Тот умный мир, в котором живёт душа, по-прежнему близок тебе, ибо и твоя душа, как и ангел, имеет тоже бесплотное умное устроение. Потому помни о душе его, молись об усопшем и не оплакивай безмерно телесный сосуд, который столь хрупок и у тебя тоже. Потому не предавай делу, плача об умершем, всеобщее значение и распростёртое до бесконечности. Утешься вовремя, чтобы не повредить самому себе. Но душа усопшего пусть будет тебе по-прежнему близка, и, молясь о ней, ты пользу принесёшь как ей, так и самому себе. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Не будем роптать на недостаток забот, тогда как есть возможность приумножить мудрость чтением. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Итак, образ жизни активно труждающегося пастуха, конечно же, не допускает ему стать мудрецом. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды и заботы его о корме для телиц. Он как бы растворяется мыслями, заботами своими с животным миром, который служит в его трудах. Так и всякий плотник, и зодчий, который проводит ночь, как день, кто занимается резьбою, того прилежания в том, чтобы оразнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он, звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда, сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом, и ногами своими вертит колесо, которое постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце свое к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они, эти перечисленные служения, эти заботы человеческие, надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако же они в собрание не приглашаются. Хоть и важен труд каждого из упомянутых героев, но все эти ремесленники, все труженики остаются среди простонародья, ибо среди забот их не было времени приобрести им ту премудрость, которая воистину чтится более всего. Однако в собрание не приглашаются они, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения и не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский и молитвы их об успехе художества их. Столь живописно описав деятельность людей премудрой однако побуждает нас исподволь более озаботиться стяжанием премудрости, которые поставят тебя самым востребованным человеком, самым нужным и для народа полезным, тогда как не будут тебя от углубления в премудрость, в познании воли Божьей отвлекать те многочисленные попечения, которые присущи ремесленникам. Продолжение следует...